На очереди и пока что первая команда английской премьер-лиги, лондонский Арсенал, продолжает уверенной поступью идти по первой половине чемпионата Англии. То же самое мы наблюдали в прошлом сезоне, ну а чем в прошлом сезоне эта вся бравость завершилась, все прекрасно помнят. Тем не менее, в минувшем туре у Арсенала действительно был непростой соперник, это был не разобранный просто по запчастям Лидс Юнайтед, а Бирмингем, команда которая в этом сезоне уже не раз заставляла о себе говорить в повышенных тонах, в частности Бирмингем сейчас идет на пятом месте в турнирной таблице, и пока что вот на данный момент команда Стива Брюса претендует на место в кубке UEFA. Впрочем, пока об этом говорить рано, и мы видим, что Бирмингем совершает ошибку матча против Арсенала в самый неподходящий момент. Самый неподходящий момент, дело в том, что Арсенал добился главного в этой игре, был забит мяч уже на четвертой минуте. Ну а когда Арсенал забивает в начале матча, то что-либо предотвратить на протяжении оставшихся 90 минут, ну если не представляется возможным, то во всяком случае становится архи-сложной задачей для команды соперника. Передача на Фредди Юнберга в штатную площадку, шведы туда выводят точным пасом партнер, и в одно касание Юнберг открывает счет в матче на четвертой минуте. Здесь провалился центр обороны Бирмингема, и таким образом Арсенал празднует первый ранний успех в этом матче. Фредди Юнберг окрывает счет 1-0. Стив Брюс все-таки боялся такого развития ситуации, и, к сожалению для этого наставника, его подопечные не смогли уберечь свои ворота в неприкосновенности на первых минутах матча. А здесь смотрите, что делает Тириан Ри. Собрал на себя аж троих защитников, но вместо того, чтобы воспользоваться помощью крайних футболистов Арсенала, те, которые были по краям, а именно слева, звезда Лондонского клуба решила самостоятельно реализовать этот эпизод, но слишком уж там был острый угол для того, чтобы точно пробить. Бирмингем, естественно, в обороне не отсиживался, и вскоре обороне Арсенала пришлось выдерживать очень приличный натиск полузащитников и нападающих хозяев. Ну а здесь, в обороне, любопытные изменения произошли в этом туре. Дело в том, что Жиль Клеши, юный французский защитник из Кана, играл в этом матче с первых минут, и вместе со своим соотечественником Паскалем Сиганом играл в центре защиты, ну там они меняли сколу Туре, естественно, а здесь едва не состоялся автогол после контратаки Арсенала, и Майк Тейлор проявил фантастическую реакцию, не позволив собственному футболисту поразить сетку ворот Бирмингема. Не достался мяч Роберу Пересу, и едва, тем не менее, не попал в ворота. Так, меняет защитника на нападающего, на Нванку Акану, Арсен Вингер, и это свидетельствует лишь о весьма решительных планах канониров на оставшееся время матча. Здесь Микаэль Фарсель опасно бил, все-таки нашел он возможность для того, чтобы нанести удар. Смотрим еще раз, передача Роби Сэвэджа, и рядом со штангой проносится мяч после удара финского нападающего, главной звезды Бирмингема в этом сезоне. Ну, может быть, наравне с Дэвидом Даном. И снова в действии Арсенал. Это по почерку становится ясно, что передачу отдавал Лорен. А здесь Фредди Юнберг имеет все возможности, казалось бы, для того, чтобы удвоить преимущество Арсенала, но вот немножко опоздал. Если бы чуть раньше успел ворваться в штатную площадку, тогда, конечно же, у шведов было бы гораздо меньше проблем, и удар наверняка получился бы точнее. Бирмингем снова атакует. Это Клеменс, Стефан Клеменс. Очень интересный фланговый полузащитник в составе Бирмингема, но максимум, что выжимает из этой ситуации подопечный Стива Брюса, так это заработанный угловой удар. Навесная передача повторяется, но теперь уже с другого фланга, и возможность для быстрой контратаки. В исполнении Арсенала здесь смотрится все как будто разыграно, как по нотам. Ну и, естественно, вот этот вот трюк Дениса Беркомпа, это можно было ожидать. Голландский ветеран удваивает преимущество, эффектно так подбросив мяч над уже лежавшим Майком Тейлором. Ушел на скорости ветеран Лондонского клуба от своих более молодых преследователей и очень хитроумно сыграл к концовке этого эпизода. Замечательный гол записал на свой счет форвард Арсенала, а мы видим, что на матче даже присутствует Крис Колман. В субботу он себе мог это позволить. Дело в том, что Фулхам лишь сегодня сыграет свой матч 13-го тура против Портсмута Алексея Смертина. И, таким образом, Крис Колман съездил в Бирмингем для того, чтобы развеяться и посмотреть на игру, возможно, потенциальных новичков своего клуба. Ничего не получается в атаке у футболистов Бирмингема, даже несмотря на то, что в составе Арсенала, как я уже отметил, можем наблюдать достаточно экспериментальную оборонительную линию. Итак, Денис Беркам удвоил преимущество Арсенала на 80-й минуте, ну а через 8 минут итог в этом матче подвел Робер Перес. Не менее технично играет француз в этой ситуации. Ну, может быть, не так зрелищно, как Беркам. Итак, 3-0, крупная победа Арсенала. И, на первый взгляд, практически безоговорочная. Хотя, как отметил после матча Арсен Бенгер, это не совсем так. Тем не менее, количество опасных эпизодов в матче этим забитым мячом не ограничилось. И Лестер на последних минутах встречи все-таки нашел себе силу провести мощную атаку, но даже гол престижа Дэвид Данк забить не сумел. Субтитры сделал DimaTorzok